Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для DemonFall. Для этого нам как всегда потребуется чит. Ссылка на него и сам скрипт как всегда будут в описании. А первым делом что нам нужно сделать это естественно скачать и открыть чит. После этого нажать на кнопочку inject. Нажимаем, ждем пока здесь все проверится. Буквально несколько секунд. Так, все отлично, все проверилось. Сейчас у нас должно заинжектиться. Ждем. Так, все отлично, как видите inject прошел, все работает. Значит смотрите, у кого inject не сработал, заходим в настройки. И здесь есть версия inject. Всего две версии. Вот сейчас у меня включена 2.0. Можете ее тоже включить попробовать. Также есть другая версия. Вот эта. Можете с ней попробовать. С какой-то из них у вас 100% получится. Либо же у вас может получиться заинжектиться просто без какой-либо версии. Вот, но без версии сразу скажу то, что у меня не inject. Вот, так что проверяйте с какой-то из этих версий 100% получится у вас заинжектиться. Так, и теперь вставляем скрипт из описания. И нажимаем на кнопочку Xcode. Все отлично, вот он появился. Функций в принципе достаточно много. Так, давайте открываем. Конечно открывать не особо удобно, потому что курсоры мышки к сожалению не видно. Так, это получается main функции, как я понял, основные. Давайте включим Infinity Jump. Проверим. Как видите, работает. Но, как я понял, здесь есть какая-то энергия. Ее нужно копить. Так, на меня какой-то враг бежит. Давайте еще раз попробуем попрыгать. Попрыгать. Как видите, получается, но здесь, как я понял, типа какая-то преграда стоит. Давайте уйдем в какое-нибудь другое место. Может быть из-за этого не получается. Унизаписи я проверял, я в принципе довольно высоко прыгал. Сейчас давайте до 100 докопим энергию нашу. И посмотрим получится или нет. Ну, смотрите, прыжок происходит, но почему-то высоко прыгать я не могу. Давайте отключим. И проверим, как я сейчас прыгаю. Тоже прыгаю получается. И тратится, получается, энергия. Без энергии, как я понял, я прыгать не могу. Давайте еще раз включим. Может быть что-то забагалось. Ну, к сожалению, не получается. Ладно, в принципе, я думаю, не суть. Также есть функция God Mode. Это получается бесконечной жизни. Давайте ее включим, чтобы она была. Все. И теперь, по идее, вас никто не должен убивать. Auto Pick Drops. Это получается дроп, который будет падать. Как я понимаю, вы его будете автоматически собирать. Также кнопочка на автоматическое одевание. Не знаю, с чем она связана. Вот какая-то у меня тут гуишка появилась. В принципе, кто играет, я думаю, поймете, что эта функция делает. Но, к сожалению, я не понимаю. Start Play. Как я понимаю, это, скорее всего, меня сейчас перекинет куда-то. Ну, давайте посмотрим. Так, ну. Да, меня перекидывает. Скорее всего, сейчас перекинет на главный экран. Да. Все, чит заново переключился. То есть, заново заинжектился. Давайте еще раз тогда зайдем на карту. Возможно, даже я куда-то захожу неправильно. Потому что, в принципе, не знаю, как тут играть. Как правильно это все делать. Так что, кто играет, я думаю, вы поймете. Так, субтитры пошли. Ну, не субтитры, а диалог. Пропускать его, к сожалению, нельзя. Так, ладно, давайте заново активируем скрипт. И еще раз, заодно проверим. Infinity Jump. Так, где курсор мышки? Вот, все нашел. Включаем. Вот, как видите, сейчас заработало. Все. Тогда просто у меня, походу, что-то забагалось и не работало. Как видите, сейчас я прыгаю. У меня эта функция работает. Отлично. Так, выключаем. Все. А, нет, не выключил. Сейчас, секунду. Сложно попасть. Так, нашел курсор. Давайте GodMod включим. Все, включаем. И, авто пик дроп. Пусть у нас тоже будет включено. Да, емае, попасть не могу. Все. Попал. Отлично. Так, идем тогда к следующим функциям. Это статистика, как я понял. Давайте включим. Не знаю, что эти функции делают. Какая-то анти-статистика есть. Fall Damage. Это получается максимальный дамаг, как я понял. Так, ладно, давайте это тогда закроем. Тоже, в принципе, не особо интересно. Пусть одна функция будет включена. Давайте заходим в Music. Что здесь у нас находится? Клик ТП есть. Давайте проверим, как эта функция работает. Так, на Т, получается, могут тэпаться. Да, как видите, телепорт работает. Отлично. Так, выключаем ее. Попасть бы еще. Все, попал. Но клип также есть. Как видите, работает. Но сейчас я умру. Да? Да. Все, я умер. Меня куда-то тэпехнуло, не знаю куда. Возможно, это спаун. Так, давайте выключим ее. Ну, самое главное, текстуры не провариваются. Как видите, я опять застрял. Давайте рестор сделаем. Не знаю, получится или нет. Не, не получается. Короче, давайте сейчас быстренько перезайду и посмотрим оставшиеся функции. Так, все, я перезашел. Давайте посмотрим по быстренькому оставшиеся функции. Сатима лосс. Какой-то джамп есть. Не знаю, что он дает. Давайте включим. Проверим. Может быть, получится проверить. Ну, к сожалению, я не понимаю, как это переводится. Но связанное, получается, что-то с прыжком. Также есть fly. Давайте включим. Как видите, работает. Также здесь можно выбрать скорость. Так, выключаем. Идем дальше. SP. Включаем. Смотрим, работает эта функция вообще или нет. Ну, пока что ничего не вижу. Давайте другое включим. Вот, другой работает. Как я понимаю, это либо игроки, либо, получается, мобы, которых нужно нам с вами убить. Ладно, давайте это оставим тогда включенным. Также есть телепорты какие-то. Куда-то тэпаться можно. Ладно, проверять не буду. В принципе, сами проверите. И вот, в принципе, основные функции остались. Так, здесь получается, как я понял, нужно выбрать фарм. Какой вам нужен. Допустим, red поставим. Включаем. Смотрим, что сейчас произойдет. Ну, пока что ничего не происходит. Так, давайте на английскую R нажмем. Достанем катану. Так, и проверим тогда с чем-то другим. Получится или нет? Нет, не получается. А хотя нет. Вот, что-то начало появляться. Давайте еще раз включим тогда. Вот, пишет какую-то ошибку. Справа снизу. Давайте тогда... Сейчас найду название. Получается вот этих мобов. Не знаю, мобы это вообще или нет. Так, давайте перепрыгнем. Не знаю, получится или нет. Да, получилось. Так, это моб. Да, это моб. Ага. Так, ну, убить он меня пока что не может. Это хорошо. Жизни вроде бы как не тратится. Так, значит, теперь давайте попробуем найти его по названию. Получится это или нет. Здесь оно вообще есть или нет? Нет, здесь этого, к сожалению, нет. Давайте грин включим, посмотрим, что сейчас произойдет. Так, вот куда-то меня тп хает. Как я понял, здесь меня тп хает на какие-то предметы, и они, получается, у меня собираются автоматически. Так, все, это мы с вами поняли. За что примерно отвечает. Есть еще какой-то тинкент фарм. Давайте посмотрим. Вот здесь, скорее всего, уже мобы. Допустим, грин демон поставим. Костюм моб. Это получается, типа, название. Как я понял, сюда его нужно писать. И давайте включим. Так, меня опять куда-то тп хнуло. И, как я понял, я сейчас упаду, да? Да, сейчас я упаду. Ладно, давайте умрем. По-быстренькому. Как я понял, здесь все-таки нужно писать название этих мобов. Так, ну, давайте напишем. Допустим, вот спереди меня какой-то есть моб. Или же это игрок. Давайте проверим. Все, написал. Нажимаем Enter. И включаем. Да, как видите, это моб. Не знаю, я сейчас его убиваю или же другой игрок. Но, скорее всего, это делает другой игрок. Давайте выключим. Тогда с другим мобом сейчас проверим. Давайте пишем название. Все, написали название. Включаем опять. И смотрим, будет работать это или нет. Да, как видите, меня тп хнуло, получается, на этого моба. Но, пока что я его не дамажу. Как видите. Или же дамажу. Непонятно. Ну, вроде бы не дамажу, потому что он не падает. Так, допустим, а если вот здесь другое выбрать? Ну, допустим, вот это выберем. А, так это получается, этот моб и есть. Тут, получается, можно название даже и не писать. Все, включаем фарм. И, по идее, сейчас должно заработать. Как я понимаю. Так, ну, у меня тп хает туда-сюда. Не понимаю, что происходит. А я куда-то телепортируюсь. Сранно. Возможно, на другую локацию. Сейчас посмотрим. Да, я куда-то тп хнулся. Ну, у меня тп хнуло на эту же бойню, которая сейчас происходит. Так, ладно. Вот здесь есть фарм сеттингс. Давайте посмотрим. Ноу-клип мы уже с вами смотрели. Фарм дистанция. Вот дистанцию, скорее всего, надо убрать. Как это сделать? Неудобно просто нажимать. Так. Что-то не получается. Сейчас, секунду. Дистанцию сейчас почему-то не получается у меня убрать. Неудобно просто нажимать. Вот, все, дистанция 0. А фарм спит, в принципе, давайте так и оставим. Ап. Это встать вроде бы переводится. А, это получается, как я понимаю, убийство будет стоя. Скорее всего. Тут надо выбрать, получается, сколько сразу мы будем убивать мобов этих, наверное. И телепорт. Как я понимаю, тут выбрать можно. Вот, какой-то из двух. Ну, давайте такой оставим, который у нас сейчас стоит. Также функция анти-авк. Давайте включим. То есть, допустим, когда пройдет 20 минут, вас не кикнет с игры. Так. И заходим тогда опять в фарм. Так, что-то не получается открыть. Все, зашли. Отлично. Здесь выбираем, получается, моба, который нам нужен. Где тут ИСП не вижу. Сейчас давайте ИСП включим, чтобы было удобней. Так, все, включили. Ну, давайте, в принципе, вот этого моба попробуем найти. Есть он здесь или нету. Возможно, его даже нету. Так, ну, по названиям пока я его не вижу. Возможно, его нету. Так, ладно. Тогда выбираем опять этого же моба. И включаем фарм. Так, достаем катану. Все, катану мы достали. Ну, слушайте, как видите, сейчас дамаг пошел. И, скорее всего, я его даже убил. Как я вижу, здесь даже другой игрок фармится тоже с читом. Возможно, он нам мешает фармиться. Такое, кстати, вполне возможно. Еще раз давайте включим. По идее, сейчас на другого меня должно тпкнуть. Да, все, на другого тпкнуло. Ага. И, как видите, этот моб умеет защищаться. Но сейчас я вижу то, что дамаг идет. Это хорошо. Самое главное то, что дамаг идет. И тем самым вы его, естественно, сможете убить. С дистанции, в принципе, можете поставить, допустим, на однерку. Чтобы не так близко к нему тпкаться. Давайте попробуем это сделать. Не знаю, получится у меня это сделать или нет. Так, секунду. Ну, пока что не получается. Так, ладно. В принципе, не суть. Самое главное то, что работает. Как видите, я его убил. И на е мы подбираем какой-то мешок. Получается, не успел прочитать. Все, выключаем. Давайте заново включим. И последний раз посмотрим. По идее, меня сейчас на другого моба еще раз должно тпкнуть. Но пока что не тпкает. Вот все тпкнуло, отлично. Все, и, как видите, урон опять этому мобу пошел. Так что скрипт работает. В принципе, вполне прикольный скрипт. Но, как видите, единственное, что неудобно включать функции. Вот это минус. Возможно, у вас это будет удобнее сделано. Либо же это можно сделать вот так. Да, кстати, смотрите. Получается, можно через панельку Escape, или как она там называется. Не знаю. Ну, короче, когда вот открываете, получается, вот эту панельку. Не помню, как она правильно называется. И здесь вы уже спокойно, с легкостью можете включить любую функцию. Вот дистанцию, допустим, 2 поставим. И, как видите, дистанция сейчас стала больше. Все еще, как я понимаю, одного моба убил. Отлично. И тут подбежали сразу другие. Все четко. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Ссылки, естественно, все будут в описании. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok